Друзья, всем привет! Сегодня сделаем несколько полезных приспособлений для работы с монтажной пеной. А для первого приспособления понадобится вот такой пустой баллон. Его мы сначала очищаем, а затем стравливаем оставшийся воздух. Далее маленьким сверлом аккуратно сверлим отверстие. Я сделаю его в донышке. Все равно малейший воздух остался в баллоне, и он выдавил немного пены. Но ничего страшного, убрал ее после того, как она немного подсохла. А теперь канцелярским ножом отрезаем верхнюю часть. Остатки пены я протер тряпкой с растворителем. Изнутри необходимо отломить клапан. Проще всего сделать это пассатижами. Внутри останется вот такая трубочка. Ее можно не вынимать, я ее достал просто для демонстрации. Чтобы не порезаться об кромку отрезанного баллона, я решил сделать неглубокие надрезы по кругу канцелярским ножом, который я потом загнул вовнутрь. Далее берем обычный шприц и вклеиваем его в трубку клапана баллона. Самоделка готова. Нужна она для такой иногда жизненно необходимой процедуры. Прочистка вот такого грязного пистолета. Для этой процедуры берем растворитель. Вынимаем поршень шприца из самоделки, накручиваем ее на пистолет. Далее заправляем шприц растворителем, затем вставляем поршень и нажимаем его, заодно нажав курок на пенном пистолете. Так легко и просто можно прочистить грязный пистолет. Смоделируем ситуацию, когда закончилась пена в баллоне, а в наличии есть только пена с трубочкой. Не всем нравится ее работать, да и когда ответственная работа, то лучше не рисковать. Из трубочки пена непредсказуемо расширяется и сложно регулировать подачу. Поэтому хочу показать вам классный совет. Для этого понадобится пустой баллон для пистолета, в котором для безопасности надо проделать отверстие, так как его необходимо будет нагреть. Я, чтобы не делать лишнюю работу, возьму для демонстрации отрезанную часть баллона из первой самоделки и покажу на ней. Необходимо нагреть феном резьбовую часть баллона. Надо греть так, чтобы пластик немного стал мягче. После этого, желательно в перчатках, быстро снимаем колпачок и также быстро ставим его до щелчка на баллон с трубочкой. Излишне торчащую трубку клапана необходимо отрезать. Делайте это аккуратно, чтобы случайно не надавить на него. Теперь надо немного его подрезать по кругу. Постараться срезать резьбу на трубочке. Вот и все. Теперь можно пользоваться этим баллоном с пистолетом. Кстати, многие меня спрашивали, чем я в одном из своих видео убирал лишнюю пену. Друзья, я использовал вот такие многоцелевые смазки. Они немного по-разному называются, но действуют примерно одинаково. Они не растворяют пену, как растворитель. Они скорее делают пену нелипкой, после чего ее можно спокойно удалить. Покупал в каком-то дешевом магазине. Если найду в интернете, оставлю ссылку в описании. На подобные смазки. Они работают хуже, чем специальный чиститель или растворитель, но бывает этих жидкостей просто нет под рукой. Да, конечно, самым эффективным способом удаления пены и чистки пистолета является специальный промывочный баллон. В котором также есть насадка для использования без пистолета. Можно обработать все, что угодно. Но есть у этого баллона такое свойство, что он как-то неожиданно заканчивается. Хочу сказать, чтобы вы не спешили его выбрасывать. Попробуем дать ему вторую жизнь. Для этого спускаем из него остатки газа и аккуратно с нажатым клапаном делаем маленькое отверстие в дне баллона. И теперь рассверливаем отверстие до 12 градусов. Отверстие обработал силиконовой смазкой. Также обработал этой смазкой вентиль или сосок от автомобильной бескамерки, который я с усилием заталкиваю в отверстие. Выкручиваю ниппель и заливаю через него пару шприцов растворителем. Далее закручиваю ниппель на место. Так как специального ключа или колпачка с ключом у меня нет, воспользовался для закручивания ниппеля двумя гвоздиками. А теперь беру компрессор и накачиваю баллон до 3 атмосфер и испытываю. Как мы видим, полет нормальный. Так можно быстренько почистить пистолет от остатков пены и дальше пользоваться баллоном. Друзья, а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то ставьте лайк и в комментариях напишите, какая самоделка вам понравилась больше. Не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!